Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение Расцвет пробуждения. С Хермесом Фалька-младшим. Добро пожаловать на Расцвет пробуждения. Я ваш ведущий Хермес Фалька-младший. Сегодня вас ждет еще одна удивительная программа. К нам пришли замечательные гости, люди, с которыми мы давно дружим. Это Мандей и Дженнифер Мартин из Нэшвилле, штат Теннесси. Я рад видеть вас, ребята. Бог удивительным образом использует эту пару по всему миру. Сегодня мы поговорим с ними о движении Духа, о чудесах. Это будет очень интересно. И благодаря этому ваша вера возрастет. Их свидетельства просто удивительные. Для начала я хотел бы задать вопрос Мандейу. Сколько лет вы в служении? Ведь уже долгое время мы с вами знакомы, и наверняка вы хотите поведать людям об этом. Я принял спасение в 99-м году. Это было радикальное спасение. Моя жизнь была безумной, но Бог ухватился за меня. Я нахожусь в служении последние 17 лет с 2000-го года. Да. Ничего себе. Как насчет вас, Дженнифер? Я выросла в церкви и приняла спасение в 6 лет. Потом я на долгое время отошла от Бога, проводя время в барах и других подобных местах. В 2000-м году Господь вернул меня к себе. И если бы я не отдала тогда свою жизнь Богу, то моя смерть была бы уже близко. Я сказала, Бог, если ты реален, то как-то прояви себя. Божье присутствие наполнило мою комнату, и после этого моя жизнь уже не была прежней. Я полностью отдала свою жизнь Богу. Прекрасно. То есть вы оба пережили незабываемую встречу с Богом, и она подтолкнула вас к тому, чем вы занимаетесь сегодня. И это, скажу вам, очень важно. Их служение называется «Заразительная любовь». Какие основные ценности и видения вашего служения? Вообще, к чему вы стремитесь и направлены, ребята? Я считаю, что мир жаждет силы, жаждет сверхъестественных проявлений, и они не могут найти это в некоторых церквях, поэтому Бог поднимает остаток. А наша работа — поддерживать и оснащать радикальных воинов Иисуса Христа здесь, на этой земле. Мы называем их воинами любви. Люди, которые наполнят страны чудесами и знамениями, нам дана божественная привилегия — не только ходить в чудесах Иисуса, а совершать и нечто большее. И это настоящее благословение. Лично для меня, потому что я не вижу своей жизни вне служения. Это очень замечательно, когда ты можешь помогать людям, быть для них нужным. Да, это замечательно. Бог желает, чтобы вы вкладывали в следующее поколение и были для них отцом и матерью. Молодое поколение устало от религии. Им надоело просто посещать церковь. Чего они хотят? Они хотят увидеть настоящую демонстрацию Святого Духа. Дженнифер, ты согласна с моими словами? Верно, их не обманешь. Они знают, что истина, и когда они это видят, то хотят быть ближе к этому. Совершенно верно. Они много путешествуют и иногда бывают в Бразилии. Там их сопровождают удивительные проявления Святого Духа. Я хочу спросить вас вот о чем. Многие наши зрители хотят увидеть настоящее проявление Святого Духа в своей жизни. Но иногда они этого не находят. Они хотят пережить прикосновения небес и жить в этой реальности, но не могут найти такого места там, где они живут. Может быть, церкви нет, может быть, что-то еще мешает. Что вы им порекомендуете? Я скажу так. Вместо того, чтобы ждать пробуждения, станьте им. Когда Иисус был на земле, то Он дал нам разрешение начинать пробуждение. Он послал 70 учеников, говоря, «Исцеляйте больных. Воскрешайте мертвых». Даром получили, даром отдавайте. У многих людей складывается религиозное впечатление, что им нужно пройти 4 года семинарии, чтобы в конце концов начать совершать чудеса или получить благословение от своего пастора, ну, или от кого бы то ни было. Но Бог может использовать вас прямо там, где вы есть. Сию минуту вам не обязательно быть в служении полного времени, не обязательно, чтобы на вас возлагали руки. Не все же в служении, и не все к этому призваны. У каждого своя сфера влияния, своя работа. И Бог может использовать вас прямо там, где вы есть. Как говорил Джон Орнотт из «Пробуждение в Торонто». Если вы доктор, будьте доктором. Если вы работаете в супермаркете, то продолжайте там работать. А пока вы там, изгоняйте демонов из людей. Воскрешайте мертвых, исцеляйте больных. Дух Святой поднимает поколение, которое осознает свое влияние во Христе. И мы тоже хотим это передавать. Мы хотим быть своего рода батарейкой, которая заряжает. Это прекрасно. Может, вы хотите поделиться какой-то историей? Я знаю, их у вас много. Я тоже вижу много чудес, и всякий раз, когда мы встречаемся, то делимся этими историями. Но есть ли такая история, которая сильно повлияла на вашу жизнь и укрепила вашу веру? Может, кто-то из наших зрителей верит о чуде, и благодаря ей он обретет надежду? Да, конечно. Я расскажу свою историю, а может, потом ты расскажешь свою. Конечно же, мы видим много чудес. Я знаю, что многие больны раком. Думаю так. Я никогда не исцелюсь от этого. Но в последнее время мы видим очень много исцелений от рака. Впервые я увидел это в Англии много лет тому назад. Во второй раз я видел это в штате Нью-Йорк. Пришел молодой человек с четвертой стадии рака. Я получил слово знания о его легких. Он вышел вперед, и оказалось, что у него как раз-таки был рак легких. Это смертельный приговор. Да, именно в этот период врачи машут вас рукой и лишь поддерживают вашу жизнь. Я поднял его и сказал, «Господь говорит, что вы будете жить и не умрете, будете провозглашать дела Господа». Возложил на него руки. Это было в Америке? Да, в Западном Нью-Йорке. Я всегда спрашиваю у людей, что они чувствуют. Он сказал, что почувствовал, как присутствие сошло на его легкие. Они онемели, а потом он почувствовал, как боль ушла. Через два дня он пошел ко врачу, и его врач провел всевозможные обследования и не нашел ни одной раковой клетки. «Хвала Господу!» «Хвала Богу!» Благодаря этому доктор осознал силу Евангелия. Доктор спрашивал, как это произошло. «Что вы вообще делали?» «Четвертая стадия рака. Это очень серьезно. Вы готовитесь к смерти, а тут вдруг исцеление? Это невероятно». Доктор даже не был верующим. Он спросил, как это случилось, и юноша ответил, «Я пошел на собрание, евангелист помолился за меня, и я был исцелен через веру. Доктор сказал, когда он снова будет в городе, я хочу, чтобы он помолился за другого моего пациента». Это благословение помогает людям увидеть, что есть Бог, который любит их, и заботится о них, и хочет исцелять и благословлять их. Это чудо было замечательным, потому что оно открыло дверь для проповеди Евангелия. Вот почему я люблю чудеса. Они — прекрасный способ достучаться до людей. Когда люди их видят, то что еще они могут сказать, кроме как согласиться с тем, что Бог существует, что Он рядом, и Он любит их? Правильно. Они не могут спорить с настоящими доказательствами. С этим не поспоришь. Когда жаждущие люди слышат об этом, это может приблизить их к Богу. Вы приблизитесь к Богу, и Он приблизится к вам. Вы можете пережить такую встречу и исцеление от Бога прямо там, где вы сейчас, даже во время просмотра этой программы. Это удивительно. Да, аминь. Я чувствую помазание прямо во время нашего разговора. Я считаю, когда мы делимся такими историями, то это назидает веру людей. Библия говорит, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Когда мы рассказываем о том, что делает Бог, это создает атмосферу для чудес. Я много раз видел это в своем служении. Когда мы рассказываем такие истории, то наши зрители и телезрители получают веру, и Бог дублирует это чудо. Возможно, у вас рак, и доктора махнули на вас рукой, а лекарства уже не помогают. Мы будем молиться и верить Богу, что по всему миру будут, конечно же, будут происходить чудеса, и люди будут исцеляться от рака. Так же, как в той истории, которую сейчас рассказал нам Мандей, вы сможете получить свое исцеление. Бог также использует их в даре Слова Знания. Расскажите об этом совсем немного. Да, конечно. Что хотите рассказать? Апостол Павел говорил, вы можете говорить на собрании на иных языках, и если неверующий придет туда, то подумает, что вы сошли с ума. А если вы будете пророчествовать, то неверующий подумает, что Бог действительно среди вас. Мне нравится, когда это происходит в церкви, но еще больше мне нравится, когда это происходит на улице. Я решил бросить себе вызов. В 2008 году я спросил разрешение у жены, могу ли я уйти на улицу на целых 30 дней. Я не устал от миссионерских поездок. Мне нравился наш плод. Но когда я приезжал домой, мне хотелось просто лежать и ждать нашей следующей поездки в Африку или какое-нибудь другое место. И Бог сказал мне, я хочу изливать свой дух на Америку, поэтому 30 вечеров подряд я уходил из дома. Я шел в караоке, пел песни. Однажды мой друг сказал мне, попробуй выйти туда и сказать, что ты слышишь Бога. Да, сделай именно это. Скажи, подходите, мы будем получать Слово от Бога для вас. А если мы ничего не услышим, то купим вам чашечку кофе. К нам выстроилась целая очередь. И Бог будто бы читал их мысли. Он открывал их проблемы, их обстоятельства. В случае с одним юношей, я получил Слово знания для него в виде картинки. Это было самое сильное Слово знания, которое я когда-либо получал. Я сказал ему, я вижу вас у красного почтового ящика с открытками к вашим родственникам. Вы подписываете открытку своему отцу, но не можете опустить ее в красный почтовый ящик. Откуда вы это знаете? И спросил он, объясните, что это значит? Он ответил, во-первых, я из Германии, и там все почтовые ящики красные. Я всегда отправляю открытки своим родственникам. Я подписал открытку для отца, но так и не смог ее отправить, потому что я зол на него. Мы рассказали ему о прощении и помогли ему освободиться от этого тяжкого груза. Он пережил Святого Духа прямо там, в кофейне. Гермес, понимаешь, это возможно. Это поразительно. Бог хочет встречаться с людьми там, где они находятся. Это была современная кофейня, но люди обрели там спасение. Зрители, приготовьтесь, потому что скоро мы будем молиться за вас. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв, а когда вернемся, то помолимся за вас, чтобы сила Божия коснулась вас там, где вы находитесь сейчас. Господь может коснуться вас абсолютно в любом месте. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Аллилуйя, мы снова в студии с Мандеем и Дженнифер. Они рассказывали о том, как Бог использовал их могущественным образом с помощью чудес и знамений и касался людей в разных местах. В церкви, в кафе. Божественное пребывание может быть с нами повсюду. Мы видели, как Бог исцелял людей в самолетах, в ресторанах и в других местах. Да вообще везде, где есть люди. Бог готов приходить туда. Готов приходить к людям. Уверен. Эта программа благословит вашу жизнь. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца. В конце мы будем молиться за различные нужды, а также за больных. А сейчас я хотел бы поговорить о чем-то очень важном, о семье. В прошлом служители ездили по всему миру, у них были большие служения, но в их семьях был полный беспорядок. Скажу вам это очень грустно. И Бог также этого не желает. Бог говорит, какая польза вам от этого? У моих гостей крепкий брак. Сколько лет вы женаты? Почти 16 лет. 16 лет, и Господь благословил их двумя детьми, и я верю, что им есть, чем поделиться с вами о браке и мудрости. Дженнифер, обращаюсь сейчас к вам. Вы мама и служительница. Скажите, а как же вы справляетесь с обеими ролями так, что видите благословение не только в церкви, но и в семье? Как вам удается это совмещать? Я думаю, что дети — это наследие от Господа. Они — благословение, и относиться к ним как-то иначе будет неправильно с Божьей точки зрения. Бог благословляет единство и единение, как в случае с отцом, сыном и Святым Духом. Они же семья, не так ли? Муж и жена — как Христос и церковь. И когда к вам присоединяются дети, то это и есть благословение. Когда вы посвящаете всю свою жизнь Богу, а не только ваше служение или работу, но и ваш брак, ваши детей, всю вашу семью — это большое благословение. Есть в этом что-то особенное, когда вы смиряетесь перед Богом и отдаете Ему все свое сердце и всю свою жизнь. Тогда к вам придет благоволение, особенно если вы смиритесь в своем браке. Возможно, вы согласны не со всем, что говорит ваш муж, возможно, вы спорите, но если вы отдадите это Господу и сохраните мир в браке и в доме, то увидите благословение и благоволение, которое дорого стоит. Послушайте меня. Оно того стоит. Имейте разум Божий, а не негативный настрой или горечь по отношению к мужу или к себе. Знаете, Библия говорит, «Блаженны те, кто живут в единстве, блаженны братья, живущие в единстве». И это касается и мужа, и жены, и их детей. Когда вы наставляете своих детей, почитаете их так же, как вы почитаете свое служение, или так же, как вы почитаете вышестоящего человека или царя, то Богу это нравится. И Он почтит и благословит вас за ваше смирение, которое говорит, «Бог, я буду служить моим детям. Я буду служить моему мужу. Я принимаю решение быть миротворцем в семье. Я буду тем, кто ходит в любви, принятии, в мире и покоя». Я много лет училась этому. Я не говорю, что я была идеальной, но в проблемах и испытаниях я действительно многому научилась. Методом проб и ошибок мы учимся тому, как поступать правильно. И со временем вы начинаете прислушиваться к тому, что говорит Бог, и выполняете это. И вы увидите, как начали ходить в Божьем благоволении. И Бог будет давать вам то, о чем вы даже не просили. Бог будет давать вам то, что вы даже не могли представить. Но не потому, что вы этого хотели, а потому, что Он хочет благословить вас за ваше смирение. Верно. Это замечательно. Хвала Господу. Амандой, служитель, отец и муж. Что вы скажете проповедникам, которые призваны служить по всему миру, но тоже имеют семьи? Какие советы вы можете дать им относительно семейной жизни? Очень часто дети становятся пастырскими детьми. Все так их называют. «О, ты сын пастыра» или «сын евангелиста». Но стараюсь сделать обратное. Я хочу, чтобы они сами поняли, кто они во Христе. Мы открыли молитвенную линию, где наши дети молятся вместе с нами. Когда людям нужно чудо, то наши сын и дочь молятся за их исцеление. Я помню один случай. Сэмюль молился за девушку из Северной Каролины, у которой была выпуклость бедра. Он возложил на нее руку и повелел ей исчезнуть. Так вот просто. Я сказал, скажи во имя Иисуса, и это произойдет. Но вы же знаете, дети, они очень простые и доверчивые. Он сказал во имя Иисуса, я приказываю этой выпуклости исчезнуть. И она тут же исчезла. Это было чудо для той девушки, ну и для него тоже. Он не может забыть эту историю. Теперь он знает, что сила есть не только у мамы и у папы, но и у него тоже. У него тоже есть призвание. И я думаю, мы приближаемся к тому времени, когда, как сказал Иисус, «Не запрещайте детям приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное». Так вот, я думаю, это время, когда дети и подростки будут близки к Богу. И Иисус общался с детьми. Поэтому я призываю служителей учить своих детей о Господе, а также предоставлять им платформу, чтобы ваш потолок стал их фундаментом. Это не спектакль одного актера. Бог желает поднимать семьи по всему миру, поколение Царства Божьего. И ваша задача — передать своим детям то, что имеете вы. Верно, когда Бог касается ребенка, и это настоящее прикосновение от Господа, то ребенок никогда этого не забудет. Я помню, как Господь коснулся меня в юности. Я все еще помню то время, когда Дух Святой работал над моим сердцем. Я плакал рядом с Ним, у Него на груди. Я все еще помню эти моменты. Очень важно, чтобы дети росли в окружении Божественного. Вы должны не только проповедовать, но и иметь его пребывание в своем доме. А сейчас я ощущаю помазание для молитвы со семьи и за больных людей. Бог желает коснуться вашей семьи. Примирение может произойти прямо сейчас. Возможно, вы боретесь с раком, вы слышали историю об исцелении, четвертой степени рака. Может, у вас опухоль или проблема с ухом. Проблем может быть чрезвычайно много. Я хочу попросить Дженнифер помолиться за семьи, которые нас смотрят. А Мандой помолится за исцеление от болезней. Да, давайте. Отец, я благодарю Тебя за всех, кто нас смотрит сейчас. Протяните свои руки к экрану и принимайте верой, что во время нашей молитвы не будет никакого расстояния, и Дух Святой коснется вас, где бы вы ни были. Вы увидите чудеса. Ваша семья изменится, и все будет содействовать во благо тем, кто любит Господа. И сейчас я буду молиться. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь Святой Дух на наших зрителей. Если была боль и обиды, то я освобождаю этих людей от всех негативных слов, сказанных в их адрес, в адрес их семьи, от мужа, жены или другого близкого человека. Я разрушаю силу каждого слова. Отец, я провозглашаю восстановление во имя Иисуса. Я провозглашаю примирение. Отец, высвободи Дух единства туда, где есть разделение. Отец, прямо сейчас Ты приносишь примирение матерям и отцам, матерям и сыновьям, отцам и сыновьям. Матерям и дочерям, дочерям и отцам. Бог, обращай сердца сыновей к отцам, а сердца отцов к сыновьям. Господь, я благодарю Тебя за чудо в их жизни. Мы освобождаем людей от любых злых духов и родовых проклятий. Также мы высвобождаем ангелов небесных, которые выполняют Слово Божье, чтобы они принесли Божье благоволение, Божье освобождение и исцеление прямо от Тебя. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. А теперь давайте помолимся за больных. Пока мы молились, я почувствовал, что сейчас нас смотрит человек, который работает на самолетах. Вы обгорели в результате несчастного случая с самолетным топливом. Прямо сейчас Дух Святой сходит на этот ожог и начинает исцелять его. А еще я увидел человека, с которым случился несчастный случай на стройке. На вас упал слой штукатурки и бетона и повредил вашу ногу. Если быть конкретным, то левую ногу. Мы принимаем исцеление. А вы принимаете на данный момент обезболивающее. Оно вам больше не понадобится. Прямо сейчас вы можете встать. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Ранее мы говорили о раке, и кто-то подумал, «Боже, проговори ко мне. У вас четвертая стадия лимфомы Ходжкина». Не знаю, правильно ли я произнес это. Бог исцеляет вас прямо сейчас. И я приказываю каждой раковой клетке усохнуть. Вы будете жить и свидетельствовать окружающим. Это изменит ваше окружение и вашу семью. Я соглашаюсь со всеми нашими зрителями, которые страдают от демонических духов, от боли или болезни, или других вещей, которые мешают вам жить. Что бы то ни было, я призываю вас прийти в согласие, и вместе мы повелеваем всем духом оставить людей в покое. Даже те, кто не верят в Иисуса, получают сейчас чудо исцеления. Сейчас нас смотрит человек под воздействием наркотиков. В эту минуту вы под кайфом, но Дух Святой призовет вас в служение и сделает из вас евангелиста. Он совершит это буквально за одну ночь. Вас обижал Отец, который был алкоголиком. Вы начали принимать наркотики и пить, чтобы забыть о боли. Но Отец Небесный любит вас, и Он будет вашим Отцом и будет учить вас ходить Его путями. Аминь. Хвала Господу. Спасибо тебе, Иисус. Я верю, что Божие благословение проистекает сейчас в ваши дома и касается вас. Во имя Иисуса. Пишите нам, если у вас есть истории или молитвенные просьбы. Мы будем рады услышать вас. Мы здесь вообще находимся в первую очередь для вас. Дженнифер и Мандой, большое вам спасибо. Мы всегда вам рады. Вы благословение для нас. Время пролетело так быстро. Еще раз спасибо вам. Мы любим вас. Пишите нам, становитесь нашими партнерами. Нам нужна ваша помощь. Молитвы и финансы. Будьте благословенны и увидимся с вами в следующей программе. Помните, Бог любит вас. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидите Иисуса в действии. Служение Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька младшим. Продолжение следует... Продолжение следует...